Донна 538, да? Донна 500, да? Плохо. Зелёный снаружи, жёлтый внутри. Ягоды сорта «Шампань» выращивают под ласковым анапским солнцем не в первый год. Он такой же вкусный, как и его розовый собрат, но меньше косточек и нежнее мякоть. Также в экзотическом арбузе меньше сахара, поэтому он рекомендован к питанию диабетиков. Такой гибрид получается в результате скрещивания с другими фруктами и овощами. Манго, морковь, тыква – у каждого селекционера свой особый ингредиент. Пробовали, очень вкусные, сладкие они, необычные. Они помягче, что ли, не такой насыщенный вкус, но мне так кажется. А это знакомый с детства всем любителям сахарной ягоды сорт «Користан». Из маленькой семечки до спелого арбуза в несколько килограммов ягода вырастает всего за 85 дней. Урожайность с одного куста может доходить до 25 плодов за сезон. Выбрать самый спелый и сочный можно по характерному хрусту при сжатии арбуза. Зрелость ягоды специалисты советуют определять и по внешнему виду. У арбуза должен быть зеленый хвостик. Это однозначно должен быть, потому что он свежесобранный арбуз будет. И у него должен быть яркая полоса, сгоревшая белая полоса. Чем арбуз больше, тем он лучше. Потому что на одном корне растет 5-6 арбузов. Кто успел, тот вырос. Кто не успел, тот остался маленький. Бытует мнение, что самые вкусные арбузы появляются в конце сезона. Но это ошибочно. Как раз самая сладкая ягода в первом урожае. В этом году арбузный сезон начался уже в июле. Но, по словам фермеров, рекордный урожай вряд ли соберут. Засушливая погода внесла свои коррективы. Однако сочной южной ягоды точно хватит всем. Насладиться ей можно будет до конца сентября. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.